Человек с такой вот продуктовой корзиной, идущей по сельской местности, может быть, решил стать отшельником-вегетарианцем. А может быть, собрался приготовить вкусный сюжет о жующих животных, которых, кстати, очень много и вокруг нас, и в интернете. Но начнём с конца. Итак, на третьем месте моего рейтинга – бегемот, который лопает арбузы, как виноград. Впрочем, таким лицом можно что угодно есть. Второе место – ящерица, на завтрак которой дали видеоигру. Интересно, когда она поймёт, что нарисованные муравьи невкусные? А вот победитель – первая в мире собака, которая ест человеческими руками. Мы долго искали, где бы нам снять красиво, вкусно жующих зверюшек, и пришли к поводу, что карантинный центр диких животных для этого как нельзя лучше подойдёт. Ваши питомцы, они же любят поесть, правда? Дикие животные вообще очень любят поесть, и в жизни у них две проблемы – найти еду и не стать едой. Сколько приблизительно в день нужно продуктов, чтобы всю эту большую компанию дружно прокормить? В общей сложности килограмм 200 уходит. Расскажите, какие у вас здесь питомцы сейчас есть? Медведи, волки, лисы, аисты, ястребы, беркут, лось. Ну, фактически всё, что есть в наших лесах, всё у нас есть. Альпак? Ну, альпак, ну, альпак, ну, их нет в наших лесах. Основная задача центра – это помощь диким животным. Любое поступившее животное из природы или попавшее в беду, да, поступает к нам, мы его лечим, обследуем и выпускаем в дикую природу. Помощь нам всегда нужна. Нам нужны продукты питания, нам нужны руки волонтёры. И сюда, мой маленький, красавец. Кормлю лося-трошика. Сейчас будем кормить гималайских медведей Машу и Мишу. Мишка, держи кабачок. Вот альпак сыт, а мой голод можно утолить только одним способом – рассказать, какие же таланты есть у ваших питомцев. Для этого присылайте свои видеоролики по адресу Это наш с вами шанс встретиться и насытиться общением с животными. Да? Дай лапу!